Итак, у меня, как всегда, на самом интересном моменте закончилась память в телефоне, поэтому дорасскажу вам о том, что делать, когда уже почти купили дом. Я остановилась на том, что когда последний день перед сделкой, то есть сделка это тот день, когда вы уже берете ключи и приезжаете в дом, который вы купили на следующий день. И вот за день до этого очень рекомендует лоер днем приехать и просмотреть еще раз весь дом. Во-первых, если у вас были какие-то, если после инспекции вы запрашивали и продавцы согласились что-то сделать, то вы проверяете, все ли сделано. А во-вторых, проверяете, все ли работает. Я знаю, что у нас знакомые покупали дом, и они приехали в последний день, включили холодильник, и холодильник не работал, и продавцы им, по-моему, или дали денег на новый холодильник, или купили новый холодильник. И, допустим, если насчет стиралки и сушки тоже, оно, когда покупаешь дом, кажется, что мы там заедем, все купим, что оно там по 500-600 долларов все стоит. Но, с другой стороны, очень классно, когда, допустим, еще там не сделан ремонт в бейсменте или где-то у вас будет сушка со стиралкой. Как бы не покупать новое, пока попользоваться теми старыми. Плюс вся эта техника на кухне тоже, если, допустим, планируется ремонт, то неплохо попользоваться. Или, если там хорошая техника, то почему бы не пользоваться, скажем так, бэушной, да? Ну, и после того, мне кажется, когда здесь народ покупает дома, допустим, если бы в Украине, то как-то бы мне было не очень покупать старые бэушные вещи. А когда уже пожил в апартментах, да, на съемном как бы жилье, уже и так попользовался все, что не твое, особенно после той стиралки и сушки, которая находится в бейсменте и где стирают все, то когда оно твое, причем у нас так получилось, что, по-моему, стиралка там почти новая и плитой у нас никто не пользовался в нашем доме. То есть, в принципе, неплохо проверить все, что остается в доме. Точно так же нужно проверить все, что не остается в доме. То есть, например, мы очень протупили, у нас остался старый, такой как не котел, да, а вот, допустим, если обогревать только дровами дом, то есть такая вот железная такая штука большая. И раньше, я так понимаю, половина дома у нас обогревалась именно таким образом, и осталась эта железная большая штука, плюс, например, остался сейф. Мы не обратили внимания, ну, как бы остался и остался, что-то муж, ну, выбросим. А здесь не так просто это выбросить, во-первых, нужно знать, куда это выбросить, а во-вторых, оно тяжелое, то есть нам теперь нужно нанимать кого-то, кто приедет и это заберет. Вот, то есть, опять-таки, в последний день смотрите, если вы там чего-то не хотите, например, сейф, который у нас, нам он не нужен, а он стоит тяжелый. Короче говоря, ни туда и ни сюда, то есть, чтобы его выбросить, нам нужен кто-то, чтобы помог его вынести, и надо узнать, куда такое вот железо, да, выбрасывается этот котел. Надо было просто договориться так, чтобы это сделали наши продавцы. Вот, поэтому смотрите внимательно в последний день. Ну, и когда уже купили дом, да, на следующий день делается сделка. Обычно нам, например, лоер, так как мы, ну, работаем, да, и заняты все время, то он нам дал вечером ключи и попросил не заходить в дом до следующего дня, пока он нам не позвонит. То есть, чтобы не было конфюжена с продавцами, то пока они не получили деньги, и пока они не одобрили, и не сказали, да, можно заезжать, можно давать ключи, давать ключи, то, ну, не стоит заезжать. В принципе, мне кажется, я обо всем рассказала, обо всех таких маленьких, вроде как, детальках. Я попробую сделать видео, я попробую, может, поднять документы, узнать у мужа более подробно. У меня дело в том, что этим всем занимался муж, и я не знаю нисколько мы за что платили, никакие проценты и так далее точно. Да, я вот назвала суммы плюс-минус, но точные суммы я попробую поднять вот все документы, которые у нас остались по Морткаджу. Кстати, документы на дом присылают потом где-то через месяц, это проходит там обработку, да, вот эта вся сделка, и потом присылают нам официальный такой большой документ, что мы являемся владельцами этого дома. Вот, и нужно поменять, кстати, вот когда переезжаете, нужно поменять все адреса везде, включая права. Это самое, наверное, тяжелое место, где нужно поменять адрес. Ну и плюс в школах, в больничках, в страховых и так далее, чтобы все письма приходили вам на новый адрес. Короче говоря, я попробую записать еще, найти информацию, записать видео с более подробными суммами. Я думаю, это будет интересно, суммами, процентами и так далее. И, пожалуйста, под видео, если я что-то упустила, а кого-то что-то интересует, напишите мне вопросы, и я, может быть, запишу такое видео с ответами на вопросы. Вроде все о покупке дома.